Кстати, с этой зеленой книгой выйдет моя книга, которую я написала по содержанию Школы Эко-Жизни. Там очень много разных тем, и есть как раз тема про Эко-одежду и обувь. И подробнее можно узнать книг, которая, я надеюсь, выйдет в этом году. Дальше. Если говорить про шерсть, что там, не так, да? Ну, во-первых, если это не биодинамическое производство, то это, как правило, вот очень такие маленькие помещения, где сходу содержится, так скажем, неэтично, да? Он болеет, очень ему трудно там. Ну, я думаю, все видели, возможно, кадры какие-то про методы вот этого животноводства, когда просто животных используют как такую биомассу. Плюс для того, чтобы шерсть была более-менее хорошего качества, животных обрабатывают разными токсическими веществами от паразитов. И для них это очень нехорошо, потому что они получают ожоги. Есть даже такие варианты, когда не состригают шерсть с животных, а просто их обливают смесью ядолитой, которая способствует тому, что шерсть сама просто обрезает, и овцы погибают от переохлаждения, потому что они становятся голыми, ну и плюс еще и получают ожоги и различные кожные заболевания. Плюс также производство шерсти самой ткани сопровождается различной манипуляцией, которая очень похожа на хлопок в производстве, и лен тоже забрязняет окружающую среду. Плюс еще и выпас скота в большом количестве нарушает экосистему, потому что овцы уменьшают биоразнообразие на месте выпаса. Идем дальше.